Я же девочка. Я должна работать на женской профессии. А это не мое, стоять у кассы. Меня зовут Катя, и я работаю сварщиком в деревне. Мне 20 лет. Я работаю в ремонтно-технической бригаде, и нас работают 4 человека. Все мужики, кроме меня. Мы все ремонтируем, что придется. Я сирота, меня воспитывала бабушка. У меня есть брат. Маму лишили родительских прав. А папа уже давным-давно умер, когда мне было 6 лет. Я жила в деревне, и в деревне было много работы, где нужно было прикладывать силы. Отца не было рядом. Мне иногда приходилось решать мужские вопросы. Я в детстве хотела быть трактористом с детства, потому что у меня папа был трактористом. Я училась в колледже. Электрик и сварщик. И я просто решила, что первое попадется такое из мужской профессии. И первым попался сварщик. Да, я была единственной девушкой в группе. Ну, глаза были большие у всех, что к ним пришло. Все подумали, что ошиблась кабинетом. А потом привыкли уже все. Помогали. Писать я им помогала. А они мне варить помогали. Я на работу выхожу в 7.50. Еду на мотоцикле. Это мотоцикл Альфа 50 кубов. Это он как велосипед. То же самое практически, только с двигателя. Сегодняшний план как карта ляжет. Никто не знает, куда мы поедем. Это смотря где что поломается. Утром звонят, говорят, что поломалось, где поломалось. Куда срочно ехать надо. В течение дня нас могут вызвать в другое место совсем. Бывает, что нас вызывают после работы, вечером. Да, даже на выходные. Если серьезная поломка, то мы остаемся до тех пор, пока не починим все. Наша машина. Летучка. Почему летучка? Потому что везде успевает. Все делает. У нас здесь лежит болгарка, электроды, краги. Краги – это перчатки, защищающие от электродов. Там печка. Самое главное, чтобы не замерзнуть. Я ее сама варила. Когда холодно очень, мы ее растапливаем. И все, и греемся. В основном, я ее топлю. Маска и сварка. Сварка легкая. 5 килограмм – это немного. Это сварочный шлем. Он уже старенький. Когда вспышка появляется, стекло становится темным. Когда вспышка пропадает, он становится зеленым. Капюшон я надеваю, чтобы не спалить волос. Ну, идите гуляйте, е-мое. Давай. Нет, нельзя смотреть на сварку. Я ловила зайчика. Это было ужасно. Это вспышки. Электрод касается металла какого-нибудь. И потом от этого болят глаза очень сильно. Получаются ожоги. В первый рабочий день я ходила с веником. Боялись давать варить. Как нужно варить в вертикальный шелк? Снизу вверх. А ты как варила сразу? Сразу я варила сверху вниз. Как бы все были в шоке. Они так с оглядкой смотрят. А что она у вас делает? С фарщиком работает. Не может быть. Все сразу вниз. Что, Катя нет? А что, другого нету с фарщиком? Говорю, нет. Он говорит, а что она заварит? Я говорю, заварит. Поначалу никто не доверял. А сейчас нормально. Заверяют все. Да, ко мне сейчас все привыкли. Поначалу было страшно. Люди вначале не верят мне, что я работаю сварщиком. Удивляются очень. Было такое. То, что сомневались люди. Не хотели, чтобы я варила. Да, были фразы. Эта же девочка. Иди найди работу, иди учись. Мне понравилось. Я уже привыкла к этому. Каждый человек должен работать там, где ему нравится. Впервые я варила весовую. Радость была. Моя первая варка. Висова это, когда взвешивают машины с грузом. Сперва я чувствовала, что что-то не так сделаю, не то сварю, и на меня будут ругаться. Но все прошло хорошо. Да, я могу обратиться к мужчинам за помощью. Что-то перенести. Железо, арматуру, баллоны. Но сварочный аппарат я ношу сама. Потому что это мое. Никому не дам. Я варю все, что попадется под руки. Ворота, машины, трубы. Везде, где есть металл. Кроме сварщика, я выполняю все, что говорят. Все, что нужно. Например, болгаркой порезать, перфоратором, автогеном что-то разрезать я могу. Много-много чего. Надо зачистить. Зачищай. Руки мою. Много-много-много раз. Надя. Женщина всегда должна быть женщиной. Даже если она сварщик. Это только сегодня я подмалевала брови, глаза и все. А так нет. Все равно размажу все. Буду ходить, я как панда. Там и так можно вымазаться. Тут еще и на кассе. Начальник не разрешает пользоваться телефоном. Поэтому музыку я слушаю в кабине. Если хорошо поработает, то сделает громче. Моя собачка для красоты стоит. У друга страх ты разобрала. Что за башня? О, сваренная из двух частей мы ее варили. Мы варили башню, вот она. Долго варили мы ее. Надо было, чтобы кто-нибудь полез наверх, зацепил троса. Там было два хлопца, они пришли с армии. Им говорили, чтобы они шли, залезли, а никто не захотел лезть. И я попросила залезть наверх. На башню туда? Да. Чтобы трос зацепить? Да. По лестнице. Мне нормально, мне понравилось. Как ты, Катя? Лучше всех. А что мы делаем? Едем в другое деревье. На чем едем, Катя? На летучке. А под нами что? Трава. Бревна. Для того, чтобы достать холодильник. Ходи дальше. Делаем. У нас звездочки в небе. Похож процесс сварки. Нет, я не пожалела то, что ее выбрала профессию. Я не хочу женскую профессию. Моя зарплата 600-650 белорусских рублей в месяц. Зависит от того, как мы работаем. Если тяжелая работа, то платят больше. Это общежитие данной организации, в которой я работаю. Я живу с девочками. У меня две комнаты. В одной комнате две девочки живут и в другой две девочки живут. У нас общая кухня, туалет, душ. Мы платим только за коммуналку. Бойлер стоит для горячей воды. Отопление через дрова. Поздно вечером растапливаем. Растапливаем раньше, потом топим допоздна. Кто как последний спать ложится, подкидывает. И все, и на утро тепло. А потом, кто первый с работы приходит, тот и топит. У меня есть два кота и собака. Сидеть! Тихо, тихо. Все, будь. Хотелось бы завести свинку, коровку. Но лучше всего лошадь. На ней кататься можно. Хочется уже свой уголок поскорее. Семья, конечно же, хочется, но не сейчас. Сперва работа. Я не хочу большой семьи. Два ребенка и все. Вот семья. Потому что каждому ребенку нужно уделять внимание. А не позаводить детей, а потом они будут мучиться. Бегать по деревне. За ребенком постоянно смотреть. И уделять внимание, любви. Всего-всего надо. Плюс моей работы, то, что я одна девушка в бригаде. А минус твоей работы? И минус то, что я одна девушка в бригаде. А почему минус? А, не с кем поговорить нормально. Все-таки мужики есть мужики. Быть сварщиком в деревне – это классно. Ездить повсюду, варить, делать все, что сломается. Это весело. Мне нравится разнообразие. То, что не сидишь на месте, ездишь куда-нибудь. Делаешь разную работу, которая придется. Каждый день что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова